Он отказывается от Себя, и Он хочет, чтобы Творец помог им. Ещё раз, чтобы было понятно. Они могут прийти к цели слияния с Творцом, и от этого Творцу большее наслаждение, чем если бы Он сам удостоился сближения с Творцом. И Он отказывается от Себя, и Он желает, чтобы Творец помог им, поскольку от этого наслаждение будет свыше большее, чем от Его собственной работы. Почему я должен отказываться от себя? Потому что ты уже пришёл к какому-то отношению к Творцу, и сейчас ты просишь за них, чтобы вместо того, чтобы ты получил какую-то реакцию, результат со стороны Творца, ты хочешь, чтобы они получили, чтобы они продвинули себя ниткой. Это понятно. Логически можно понять, что когда я прошу за кого-то, то я приближаюсь к свойству Творца. Но почему внутри этого я должен активнее говорить Творцу, не давая мне ничего? Чем это будет то, если я вместе с ними продвинусь, и вместе с ними получу? Ну, так это происходит, что ты говоришь Творцу, что мне это более важно. Допустим, мы в лодке, и она начинает тонуть. И я говорю Творцу «Спаси моих товарищей», а я как бы выпрыгиваю из лодки, чтобы утонуть из лодки. Почему я должен выпрыгивать из лодки? Я останусь с ними в лодке, и пусть он спасёт всех? Нет, ты говоришь, мне не важно то, что со мной происходит. А сделай им это добро, приблизь их. Но почему я должен отказаться от себя? Почему я должен выпрыгнуть из лодки? Потому что для меня это более важно. Для меня сейчас это более важно, чтобы Творец приблизил их, а не меня. Человек чувствует, что эта просьба к Творцу не может работать вместе, что и меня, и их не работает, что я должен выбрать, или я, или они. Да.